Москва, 11 июля, РИА Новости Фракция ЛДПР ко второму чтению внесет поправки в законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, в том числе будет предлагать перенести срок его вступления в силу и снизить параметры пенсионного возраста вплоть до действующих, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитики Ярослав Нилов, ЛДПР По рафте мы будем вносить, целый набор мер, которые мы предложим в том случае, если законопроект пройдет первое чтение Ко второму чтению ЛДПР в обязательном порядке будет предлагать поправки Возможно, какие-то внесем в августе, какие-то, в сентябре, по мере готовности будем вносить, сказал Нилов Прежде всего мы считаем, что устанавливаемый срок вступления 2019 года надо отложить, чпишить некуда Надо проанализировать все последствия и посмотреть, насколько готов рынок труда Прежде всего, не породит ли это безработицу, должна быть оценка проведена в этом направлении, сказал Нилов При этом депутат подчеркнул, что ЛДПР выступает категорически против повышения пенсионного возраста Поэтому предлагаемые в нынешней редакции параметры фракция будет предлагать снижать Здесь будет целый набор поправок Исходя из нашего принципа вообще не увеличивать пенсионный возраст Поправки могут быть вплоть до сохранения действующих пределов 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин Исходя из того, что мы считаем, что не надо увеличивать пенсионный возраст, сказал Нилов Кроме того, ЛДПР предложит отменить прямой запрет на индексацию пенсии работающим пенсионерам и увеличить размер коэффициента, стимулирующего отложенный выход на пенсию Законопроект об изменении пенсионного законодательства Законопроект, внесенный правительством в Госдуму, предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года Регионы должны обсудить документ до 17 июля, как заявлял первый вице-спикер Нижней Палаты Александр Жуков, второе и третье, окончательное, чтение в Госдуме законопроект пройдет осенью В законопроекте Кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсии выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом По словам министра финансов Антона Силуанова, изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста Повысить уровень жизни и реальные пенсии Все средства, полученные за счет реализации этих законов, пойдут в социальные сферы Особенный упор будет сделан на здравоохранение По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению достойного уровня пенсии Как отмечал глава счетной палаты Алексей Кудрин, повышение пенсионного возраста даст бюджету экономию в триллион рублей ежегодно, начиная с 2024 года Причем значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсии Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело Эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями с возрастной структурой населения России Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин Соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет Субтитры создавал DimaTorzok